МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рядом со мной стоит реактивная система залпового огня, во всём мире известная под ласковым названием «Катюша». Разработка этой системы велась на Московском реактивном научно-исследовательском институте, где собрались ведущие специалисты-ракетчики. Результатом работы этого института стало принятие на вооружение в 1938 году 132-мм реактивных снарядов. А чуть позже, уже по заказу главного артиллерийского управления, этим же институтом была разработана и сама многозарядная пусковая установка для объединения залпового огня этими реактивными снарядами. Весной 1941 года проходили полигонные испытания. Опытные образцы были показаны политическому и военному руководству страны. И буквально за один день до начала войны, 21 июня 1941 года, было принято решение о срочном развертывании серийного производства и реактивных снарядов, и пусковых установок на нескольких заводах сразу в Воронеже и в Москве. Новые машины получили обозначение БМ-13 и монтировались на шасси трехосного грузовика повышенной проходимости ЗИС-6. Первая экспериментальная батарея реактивной артиллерии была отправлена на фронт в ночь с 1 на 2 июля 1941 года и состояла из семи хорошо зачехленных установок и десятков машин со снарядами. Командиром батареи был назначен молодой, но опытный 36-летний капитан Иван Флеров, принимавший участие еще в финской войне. На тот момент никто в батарее, ни из личного состава не знал об устройстве веренного им оружия. Никто, даже командир. Колонна двигалась по ночам, но во время дневных стоянок в лесах два инженера-конструктора обучали личный состав управлять новым артиллерийским средством. Все занятия проводились на слух, записывать что-либо строжайше запрещалось. 14 июля 1941 года Катюши получили боевое крещение. Они произвели свой первый залп в Великой Отечественной войне, по железнодорожной станции белорусского города Орша, где было большое скопление немецких эшелонов с техникой, горючим и личным составом. Как позже писал в своем дневнике Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии, русские применили новое, совершенно новое оружие. Горела земля, плавился металл. Этот железнодорожный узел, он буквально был стерт с лица земли, вместе с находящимися на нем железнодорожными эшелонами. Таким было первое боевое применение Катюши. Само название Катюши нигде, ни в каких документах официально не использовалось, а было придумано нашими солдатами осенью 1941 года. Они вообще, наши бойцы, любили называть технику различными ласковыми названиями. Откуда пошло название Катюша? Доподлинно неизвестно, существует несколько версий. По одной из них установку так назвали девушки-сборщицы на заводе, по другой от буквы К, выбитой на корпусе машины, она обозначала Воронежский завод имени Коминтерна. Ну и самая романтичная версия. Катюша получила свое название по названию популярной довоенной песни Блантера Исаковского, которая очень была широко любима нашим народом. «Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой». К середине войны в этой песне, кстати, появился даже новый куплет. «Пусть Фрид вспомнит русскую Катюшу, пусть услышит, как она поет, из врагов вытряхивает душу, а бойцам отвагу придает». Катюше наносили не только большой урон немцам, но и поднимали боевой дух наших солдат и офицеров. Они широко использовались и при наступлении, и при обороне, быстро перебрасывались на самые сложные участки, наносили удар по врагу там, где он ожидал меньше всего. Этому способствовала и мобильность наших установок, в годы войны они монтировались вообще на чем только не монтировались, на различных автомобилях, на танках, на бронекатерах, на бронеплатформах, на тракторах. Но классическая версия – это, конечно, грузовик. С 43-го года Катюши монтировались на шасси американских грузовиков повышенной проходимости, которые поставлялись по Ленд-Лизу. Это были Форды, Шевроле, Студебекеры. Установка на базе Студебекера стала самой массовой, эти надежные и простые грузовики обладали хорошей скоростью и проходимостью. Кстати, в нашей коллекции Студебекер тоже представлен. Части, на вооружении которых стояли Катюша, назывались гвардейскими минометными. Этим подчеркивалось то особое значение, которое придавалось и оружию, и воинам реактивной артиллерии. Экипаж Катюши состоял из 5-7 человек – командир, наводчик, водитель, который нередко был и минером, и несколько заряжающих. Экипаж отбирался очень тщательно, так как оружие считалось сверхсекретным. За потерю каждой установки приходилось строго отчитываться перед командованием вплоть до трибунала. И чтобы избежать попадания боевых машин в руки врага, обязательно в каждой установке было по несколько килограмм взрывчатого вещества. При угрозе захвата экипаж должен был машину уничтожить. И были, конечно, такие случаи. В годы войны наши бойцы, попав в окружение, подрывали из себя вместе с реактивными установками. Свои реактивные установки у немцев были, но не столь эффективные, как советские. Поэтому за «Катюшами» была устроена настоящая охота. Противник даже создал специальное подразделение, в задаче которого входил захват нашего нового оружия. Но батареи никогда не стояли на одном месте. Быстро меняли дислокацию, так как немцы очень быстро наносили ответный огневой удар по тому району, откуда стреляли «Катюша». И даже после того, как все-таки удалось нашу установку захватить противника, прямого копирования не произошло. Догнать или превзойти советское оружие зарубежные пусковые установки не смогли ни по боевой эффективности, ни по распространенности, ни по известности. Установка состояла из восьми открытых направляющих рельс, которые крепились на грузовик. На направляющей попарно сверху и снизу крепилось 16 реактивных снарядов М-13. Каждый снаряд состоял из реактивного порохового двигателя и головной части. Дополнительную устойчивость при выстреле передавали два домкрата, которые тоже могли находиться в задней части шасси. А стекла кабины накрывались откидными броневыми щитами для защиты. В самой кабине напротив места командира был пульт управления огнем. Это прямоугольный ящик с диском. При вращении диска проходило замыкание электроцепи. Один оборот означал пуск одного снаряда. И темп стрельбы зависел от темпа вращения рукоятки. Залп «Катюши» был очень быстрым. Буквально за 7-10 секунд выстреливались все 16 реактивных снарядов. А если в полку находилось 36 «Катюш», то на врага обрушивалось полтысячи снарядов. То есть получалось очень мощное огневое воздействие. И к тому же «Катюши» еще обладали очень мощным психологическим эффектом. Были случаи, когда немецкие солдаты буквально были деморализованы, не могли оказывать сопротивление. Не зря они называли нашу реактивную установку «Черная смерть», «Адово пламя» или такое вот интересное название «Сталинский орган» за низкий трубный звук, за пронзительный визг и скрежет. И начиная с 1942 года «Катюши» принимали участие во всех крупных операциях нашей армии и под Москвой, и под Сталинградом. Там в разгар ожесточенных боев отдельные гвардейские минометные полки в день производили по 20-30 залпов. А контрнаступление наших войск под Сталинградом в ноябре 1942-го тоже началось со шквального огня наших реактивных минометов. В ходе битвы за Берлин участвовало более 2,5 тысяч установок, которыми было подавлено очень много огневых точек и разрушено большое количество зданий. «Катюша» с успехом применялись до самого окончания Великой Отечественной войны, заслужив любовь и уважение наших солдат и офицеров. После войны они много лет на вооружении были у стран-союзников СССР. Но вообще слово «катюша» является синонимом слова «реактивная артиллерия». А сама БМ-13 является родоначальницей всех современных реактивных систем залпового огня. Редактор субтитров А.Семкин